Рисуем котенка, берем тонированную бумагу, имеющую такую шероховатую поверхность и какой-то цвет. Выбирайте цвет на ваш вкус. Вот у меня была такого цвета бумага, очень плотная. И сухая пастель разных оттенков. Можно рисовать любую пастель, можно также масляной мягкой пастелью рисовать. Мне сейчас хочется сухой нарисовать этот рисунок, она лучше растушевывается. И чистые вымытые с мылом руки, чтобы просто обезжирить их, чтобы не было жира на пальцах, и тогда растирается у вас по-сухому. Компонуем, делаем набросок. Если вы не доверяете своим рукам, делайте сначала карандашиком. Я сразу делаю уже пастелькой. Нахожу середину и ставлю здесь носик, например, будет у нас. Потом пойдут вот его щечки. Кверху пойдут носик, глазки. Крупные такие глазки у него будут. Сверху полосочка, ушки. Лучше сейчас ничего конкретно не прорисовать, а потом по ходу работы поправить. Вот такая большая головка у него будет. У всех котят, ребятят, у всех детенышей, у человеческих, у звериных всегда очень крупные лбы. Очень большая голова по сравнению с телом и достаточно крупный лоб по сравнению с мордочкой. Подбородочек будет. Здесь будет шерстка. Все примерно, не смотрите на сам рисунок, я набрасываю себе расположение основных объектов. Ну и где-нибудь здесь вот такие лапки у него будут. Итак, приступаю. Давайте начнем с прорисовки чего-то такого конкретного объема. Например, берем черный цвет и сразу прорисовываем ему объемы шерсти. Крупные массы вот такие просто на вылет нарисовала. Мелок держим не как карандаш под прямым углом, а вот так вот пальчиками, немножко скошенным углом к вашей работе. Пока можно даже, видите, не рисовать, а сразу растягивать тот цвет, который я уже нанесла. Тушка здесь. Я пока основные какие-нибудь такие массы ему рисую. Вот масса его шерсти, под подбородочком тоже вот эта черная, тельце ему нарисую. Вместо того, чтобы прокрывать все как краской, я бы акрилом рисовала, я бы сразу покрыла эту поверхность краской. Здесь я вот прокрываю основную массу такой тушевкой пастельной. Чем ниже, тем вот так вот меньше уже этого цвета. Так, конечно, тут вверх, посередине тут к низу. Я направляю мои мазочки. Пойдут и кверху, естественно, от центра кверху. По росту самой шерсти у этого котеночка. Ушко, видите, я недорассчитала. Ушко, значит, будет уже крупнее. Уже что-то должно быть такое. Вот и здесь, естественно, крупнее. Тоже черное добавим. Сюда вот такое ушко. Лобик, а ушки выше и больше, чем лобик. Лобик, рисуем к носику вот такую полосочку ему. Возле ушек затемним. Не очень, но достаточно. Сам подбородочек ему затемним. И вот так вот выделим ему эти щечки. Здесь нужно чуть-чуть подтемнить, чтобы получился свет на самих щечках. Щечками я называю вот это вот надгубками. Кругленькие такие шарики. Это щечки называются у котов. Есть. Здесь вот теперь тельце хочется ему побольше сделать. Такое более пушистое, разладистое. Чуть крупнее голову. Видите, мордочка, глазки есть. А вот теперь головки у нас недостаточно. Я говорила, что у котята, собачата, хомячата, у всех детенышей голова гораздо крупнее, чем у взрослых особей. Именно это и создает вот этот эффект. Милого-милого существа. У него маленькая мордочка и крупная такая, большая голова, особенно лоб. Особенно лоб. Потом они растут, и это уже выравнивается. Не так отчетливо бросается в глаза, потому что пропорции тела меняются. Так мы всегда можем знать, как именно изображать взрослого или маленького звереныша. Ушки. Что, что, что. Так, пока все. Пока черным не хочу. Давайте вот тут выделим немножечко вот эту вот нашу губки. Чуть-чуть не сильно, потому что здесь буду работать светлыми тонами. Хочется, наверное, только вот здесь, знаете, как мешки под глазами, вот такие вот полукруги вытелить. Пока хватит. Слишком долго я работала серым, черным. Давайте возьмем какой-нибудь серый цвет, чтобы разнообразие у нас было. Таким серым поработаем чуть-чуть. Добавим разных оттенков. Не можем мы черный писать только черным. Черный должен быть разных цветов. Хочется добавить розовинки на ушках. Там, где у нас ушки, добавляем. Это внутренняя сторона ушек, поэтому должны быть здесь видны вроде как сосудики. Вот кожица лысенькая. На ушках здесь лысенькая кожица. Мы ее и добавляем. Чуть-чуть. Много не надо. Можно чуть-чуть даже какого-нибудь такого розовее, не только оранжевого. Чем хороша пастель, у которой есть много оттенков. Всегда можно взять другой оттенок и просто добавить для живописности. Возьмем светло-серый цвет. Сюда же в ушки добавим. Вот это не белый, это светло-серый. Белый гораздо бы смотрелся ярче. Нам пока этого не нужно. Нам не нужно так высветлять. Это все. Постепенно набираем светлоту. На тонированной бумаге мы начинаем с самого темного и постепенно высветляем нужные нам объекты или места. Так, вот ушки мы примерно сделали. Что этим же, вот этим светло-сером цветом чуть-чуть вот тут выделяем возле лобика. Чем еще характерны анатомические особенности детенышей? Звериных, да и, кстати, человеческих тоже. У деток, у любых, у наших, у кошкиных деток, у них глазки более крупные на всем лице. И они дальше посажены друг от друга. Когда растут, опять же, эти все пропорции немножко сменяются, смещаются. И не так явно это заметно. А пока у нас очень маленький котенок. Мы ему делаем такие далеко пассажиры. Видите, я даже исправляю то, что рисовала раньше. Я уже вижу, что это было неправильно. Щечки ему рисую. Некую такую рыжинку. Вот это чуть-чуть невесомую, не какую-то конкретную, на носик. Такую рыжину добавляю этому котеночку. Сюда. Так, где у него так вверх поднимаются бровки его. Тоже чуть-чуть такой рыжинки добавила. Ну, и сам вот это все выделила. То есть палец здесь у нас полноценный инструмент. Мы им подтираем, дотираем, вытираем. Здесь хочется вот так вот кушком немножко высветлить. Тут невозможно рисовать исключительно самим мелком. Приходится все время что-то дорабатывать таким пальцем. Не смущаемся. Тут, если в карандаше мы стараемся ничего не тереть, штриховать, то здесь наоборот. Это вас вообще не смущает. Смело, откровенно берем и пальцем в виде возим. Так, глазки. Наши здесь возле глазок тоже. Над глазками, точнее, выделили такие хорошие места ему. Светленькие. Пока остановились. Выстерла чуть-чуть вот это все. Грязь с пальцев. Давайте, какие цвет? Какой цвет для глазок? Выберем какой-нибудь зеленый, такой красивый зеленый цвет. И стараемся рисовать подальше глазки. Я уже исправляю то, что я нарисовала. Делаем эту радужку. Приблизила слишком. Делаем радужку зеленой-зеленой. Может быть, даже вот прям вот такой. Добавим. Хотя мы ему нарисуем сейчас черную окантовку. Этот зеленый почти пропадет, но... Это же изумрудный можно добавить. Посмотрим, будто она видна после черного или нет. Может, придется еще немножко навести. Теперь беру черный цвет. И начинаю не с того, что круг рисую, а с того, что рисую вот здесь вот такую вот полоску. Видите, она такая под наклоном. Вот такую полосочку делаю. Чуть-чуть выше моего глазика. А теперь от нее уже такую... В другую сторону наклоненную полосочку. Так мы сделаем ее жалобный вид. То есть рисую вот такие вот два домика. Рисую теперь кружок. Вот теперь мы рисуем сам круг глазика. Так. И второй пошел вот так. Смотрим, чтобы примерно симметрично было. Так мы нарисовали. Внутри рисуем черный зрачок. Такой огромный-огромный. Широко-широко открытый. На вас практически все закрывающий. Так, смотрите, вот тут, помните, я говорила, стрелочки мы всегда чуть-чуть тенькой. Вы видите, вот что, значит, палец не вытерло. Палец был светлым-зеленым. Рисуем стрелочки всегда такой тенькой расходятся. Еще раз наводим вот эти линии наши, жалобного нашего взгляда. Мне кажется, прям еще можно спокойно укрупнять глазки. Чтобы они прям такие огромные-огромные смотрелись. Выразительные-выразительные. Теперь мне хочется как раз наоборот, затемнить вот эту вот радужку. Хоть она и зеленая, но я ее сделаю теперь темной. Зеленой, чтобы она так не выделялась. Черный, видите, один глазик у меня больше, вот этот. Значит, вот другой я тоже увеличиваю, чтобы они были одного размера. Ну, конечно, слизнячок вот так добавляю. Острый краешек глазика. Беру чистый палец, видите, мне тут нужно вот эту убрать полосочку. Ну, получилось. Беру, подчеркиваю, просто по ней рисую что-нибудь светленьким, убираю. А теперь беру темный серый. И в продолжение вот этой вот грустной линии я просто в другую сторону. Знаете, как такие полукруги под глазами. Все веду к носику. С одной стороны это вот построение его носика. С другой стороны это вот тенька его мордочки будет. Вот, не забыли сюда провести эту линию. Так, что нам хочется? Здесь хочется серого мазнуть. Еще недостаточно, еще навожу. Может быть, даже придется черный взять. Вот вижу, не хватает мне. И к носику, и к носику свели к носику обязательно. И вот здесь такие черные полосочки, как будто узорчик нашей шерсти. Вот мы делаем вот такую вот рваную, неровную. Кверху пошли, и вот так куда-то ушли. И здесь на лобике тоже может быть такая полосочка у нас. Мы же сразу делаем узоры на шерстке, правильно? Что теперь хочется? Теперь хочется такой вытерли белый, чтобы он был яркий-яркий. Но мне нужен острый краешек, поэтому беру то, что поострее. Хочется яркого блика на глазе. Я рисую огромный. Так, огромные глаза, значит, огромный блик будет. Огромные, белым-белым цветом блик нарисовала. И под глазками немножечко вот так выделяю тоже. Местами, не везде. Я не рисую ровные, одинаковые круги. Зачем? Это будет слишком мультяшно. Рисую вот такие вот намеки. Вот здесь вот, наверху нашей бровки. Немножечко такие белые пятнышки вверх пошли. Здесь, возле начала глазика. И над носиком можно тоже вот такую вот белую полосочку сделать и сразу ее растушевать. Тут даже не буду сильно тушевать. Мне и так нравится. Под носиком хочется вот эту вот щечку сделать посветлее. Видите, что значит? Не сразу бабахать белый цвет, а постепенно его добавлять. Если бы я сразу его нарисовала, сейчас бы он так красиво не выделял эти нюансы. А я оставила его на потом. И вот теперь он у меня как туз в рукаве. Есть чем вот так красиво выделить что-нибудь цветное. Вот сюда ушко можно добавить, кстати. Хочется, да, вот сюда светлых полосочек. Нужно чуть-чуть тогда смазать. Что-что-что еще? Серенький подбородочек ему нужно сделать. Не белый. Самый светлый это вот на щечке. Даже еще темнее чего-нибудь такого надо взять. Чтобы видно было, что вроде он и есть там, но он такой темный. Он должен быть темнее наших щечек. Вот так вот сделали. И что-то посветлее вот просто вот так вот. Почти и не видно. Где там подбородок моего черным лучше так подчеркнем. Теперь он появится. А до этого не должен быть очень навязчивым. Самые тут яркие это щечки. Поэтому мы их еще раз наведем черненькой пастелью. Вот так вот. Вниз, вниз. Не сильно закругляем. Больше даже вниз. Так спускаем. Носик. Помните, у нас тут линия была? Нам же нужно нарисовать носик. Носик маленький, миленький, такой кругленький. Ну, чуть-чуть овальненький даже, наверное, не совсем кругленький. И что-нибудь темно-темно-рыжее нужно, чтобы носик все-таки был с розовинкой. Такой носик. Но тут же я его затемню. Он не должен быть таким розовым. Должен быть только оттенок вот этого розового. Носик таким треугольничком подходит. И сверху светло-серым я ему такую светлую полосочку сделаю. А возле самого носика еще раз пройдусь беленьким. Вот эти щечки. Смотрите, как еще загорелись. Вот. Вот как они выделились сразу у меня. Так, давайте теперь, в общем, поработаем над всем рисунком. Где чего не хватает. Здесь не хватает, например, более конкретики с носиком. Как он у нас растет. Поэтому нужно более четкие линии провести. Вот тут вот, да. Вот такие вот к носику. Чтобы понять, как же он. Можно щечки чуть-чуть покороче сделать. Мне кажется, я их, да, слишком большими сделала. Чтобы еще милее стал розик. Делаем чуть-чуть поменьше ему эти щечки. И выделяем так вот прям красивыми такими клочками ему шерсть. Вот такой вот остроконечный. Знаете, какой-то он такой всклокоченный будет. Такой жалостливый котенок. Что прям его жалко было. Смотришь на него, вот так его хочется приголубить, обнять, домой забрать. Они же все такие в этом возрасте. Прям невозможно удержаться. Забирал бы и забирал к себе этих котят. Вот. Мы создаем ему именно вот это вот ощущение. Тут нужно немножко так сузить мордочку. Черным ее вот так чуть-чуть выделить. Чтобы тут она расширялась. А здесь она вот так сужалась. Это у нас еще более жалобная. Такая не сытая, уже довольная жизнью взрослого кота. Такая еще маленькая, худенькая. Которую точно жалко. Вот какой-нибудь сюда. Пучок. Ой, ну прелесть. Смотрите, что он получается. Вот сюда сверху нужно еще. Помните, я говорила, лобик должен быть большой. Сейчас относительно мордочки не хватает лобика. Добавляем лобикому. Добавляем чуть больше головы. Я от середин, от черного, иду туда кверху и ослабляю свой нажим. И тогда получают вот такие красивые пушистые мазки. Ушко. Ушко с такой кисточкой красивой на ушке. Здесь тоже вели-вели-вели. И вот сделали ему кисточку красивую. Куда нам еще? Где же нам еще не хватает? Не хватает вот здесь вот какого-то... Знаете, а тут такая шерстка у них тоже из ушек торчит обычно. Мы ее сейчас нарисуем, такую тоже растущую, уже более серым цветом. Можно взять даже вот еще посветлее, чтобы можно было проследить, что есть даже вот такие, да, пучки. Крошерский. Так вот черненьким выделили. Здесь все-таки у нас ушки начались. И теперь уже вот под этим всем... Тут хочется чуть-чуть вот так вот добавить в пух. Щечки. Щечечка такая уж наша круглая. Такая миленькая, как ее так не добавить. Прелестеный котенок. Снизу добавляем больше черного, чтобы выделить вот на его фоне вот эту голову. Ничего конкретного, но вот такой вот какой-то конкретный цвет. Точно такими же вот пучками неопределенными. Здесь, может быть, лапка у него пойдет, но, опять же, мы не делаем никакой конкретики. Мы просто на нее намекаем. Вот здесь как будто лапка пошла. Давайте там такой потемнее, посерее возьмем, просто чтобы в глаза сильно не бросался. Как будто пальчик пошел. Может быть, даже котенок, не знаю. То ли шест полосочку, то ли просто складочки вот так вот ложатся. На саму лапочку чуть-чуть более светлого добавим. Никакой конкретики. Но зритель догадывается, что это, наверное, его лапка. И вот это, наверное, его лапка. То он так ее протянул. Может, он стоит на чем-то, держится за что-то. Тут конкретикой нужна главный у нас действующий объект. Это его мордочка. Здесь должно быть все хорошо прорисовано. А то, что ниже мордочки, это уже не столь важно. Это уже второй план. Хоть это также впереди находится, но не должно привлекать так много внимания зрителей. Что здесь можно еще чуть-чуть вот так вот черненького добавить. Просто под щечками, чтобы еще раз их выделить. Помните, у нас подбородочек здесь был? Вот так. Вот. Щечки мы ему вроде кругленькие сделали, а вроде такие жалобные. Можно чуточку-чуточку идут на переносицу, еще добавить ему белую линию. И чего нам не хватает? Конечно же, усиков. Начнем со светлого. Они даже немножко так будут списать. Тут слишком толстый ус, ничего страшного. Взяли вот так пальцем. Растерли. Самым кончиком, самый слабый нажим, который вы только можете. Главное, чтобы асимметрично они шли. А теперь можно взять уже белым. Белым самым краешком. Видите, я беру сломанный минуточек. У него очень острый край. Вот им можно несколько буквально самых таких ярких усов навести этому котику. Главное не переусердствовать. Усы тут не главное. Главное, жалобная мордочка. Я думаю, мы вполне закончили набросок нашего котика. Желаю вам удачи в рисовании. Смело пробуйте рисовать. Вы можете использовать другие цвета кота. Он может быть рыжим, белым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова